Ирина, здравствуйте! Здравствуйте, мамочка! Как приятно! Очень приятно! Ну что, вы готовы? Готовы! Готовы, да? Сегодня у нас такой день будет очень интенсивный. Но я думаю, я начну, что вам очень понравится. Ну что, давайте тогда присядем и уже поговорим, да? Хорошо. Ирина, еще раз здравствуйте! Я очень рада, что вы запросились поучаствовать в этом шоу. Немножечко расскажите о себе. Чем вы увлекаетесь, чем сейчас живете? Ну что обо мне сказать? Я домохозяйка, свободный человек. И как ушла на пенсию, я чувствую себя свободной. И в основном занимаюсь домохозяйством. У меня дом свой частный, фиксар. А сколько внучке лет? Внучке семь лет. Она в этом году в первый класс пошла. Ну, соответственно, сейчас начнутся всякие такие мероприятия, но на которые тоже, я думаю, что вы будете сопровождать ее в этой театре, может быть, цирке или еще что-то. Да. И она театром еще занимается в школе. Тем более. Тем более. Я очень рада, я люблю ее. Ну, супер! Значит, какая у нас задача с вами? Я хочу вам помочь собрать косметичку. То есть сейчас мы с вами сделаем разбор вашей косметички. Вы рассказываете, что вы любите в макияже, чем пользуетесь. Затем у нас с вами будет буквально 20 минут. Мы с вами бежим в магазин, там быстренько покупаем косметику, приходим сюда, и я показываю вам макияж, то, что можно сделать из того, что мы с вами приобретем. Зачем это нужно? Я покажу вам всякие секретики и расскажу, как можно сделать макияж так, чтобы вы выглядели великолепно не только сейчас, но и в дальнейшем будущем. Тем более, раз теперь такая задача с внучкой, ее водить, то нужно соответствовать и быть такой бабушкой, которая будет посмотреть. Это моя бабушка, посмотрите, какая она красивая. Поэтому у нас такой сегодня небольшой квест будет. Вы готовы? Я готова. Очень интересно. Хорошо, давайте тогда сейчас разберем косметичку. Доставайте. И расскажите, чем вы обычно пользуетесь, что вы любите. Ой, ну я обычно, я вообще-то с молодости, особенно не увлекаюсь косметикой, но, в общем-то, с возрастом пришлось это делать. Вот это то, что у меня есть в косметичке. У меня так уж много всего тени. Это дезинфектор, помада, это румяна. Тени, вы используете тени? Да, тени в основном натуральные. Вообще, я стараюсь натуральные оценки использовать. Мне не идут яркие, я считаю, так что мое лицо становится вульгарным при ярком. Ну, нет необходимости. В принципе, у вас очень хорошие черты лица, поэтому не обязательно, как бы, знаете, разукрашивать тебя. Я, в принципе, у меня тоже такая философия. Я стараюсь, если делать макияж, то, чтобы он был такой максимально естественный, чтобы было в этом комфортно. Вот, поэтому на самом деле, для того, чтобы сделать такой макияж, не так много нужно из косметики. Ну, в принципе, хорошо, я поняла. То есть, я смотрю, что у вас нету тональных средств, вы ими не пользуетесь. Тональными средствами нет, потому что я боюсь ими пользоваться. Почему? Я когда начинаю лицо чем-нибудь красить, милостить вот пудрой, у меня проявляются морщинки, мне это не нравится. Особенно под глазами. Это у меня очень старик. В общем, я не знаю, может быть, можно чем-то замазать, чтобы это не было видно, но я не знаю таких средств. Но дело даже, знаете, не в том, чтобы замазать. Мы не будем с вами замазывать, мы будем с вами немножечко как бы нивелировать. Это разные вещи, потому что есть действительно макияж, который требует прям маскировки. В вашем случае нет. И я как раз хочу вам показать вот такое, ну, называется это европейская техника, когда текстура практически невесома, и вы ее не ощущаете на коже. И в итоге получается отличный результат. Нет косметики, а результат прям вас может настолько удивить. Давайте тогда сейчас, я хочу, чтобы мы посмотрели в зеркало, и я немножечко вам расскажу, что мы сейчас будем с вами приобретать. Спасибо большое. Да. Смотрите, здесь есть увеличительная, а здесь обычная вам какая-то лучшая. Наверное, обычная. Обычная. А вы брови чем подкрашиваете? Ну, что вы, тенями, я так понимаю, да? Тенями, да, тенями, по-постому. Ну, это хорошие брови, они просто, ну, светлые, наверное. Они были у меня темные в молодости, но с годами, вот я какая-то светлая стала, и волосы я стала красить светлой. Да, потому что, ну, чтобы меньше было семена заметно, хорошо, светлая. А так я темненькая была, ушатенькая. Да? Да. Прекрасно. Глубокий серый цвет, да? Серый, да. Кстати, очень редкий цвет. Он у вас очень темный. Он серый, но очень темный. Да. Точно бывает, да. Так, а скажите, как давно вы пользуетесь этой тушью? Этой тушью я недавно купила. Недавно, да? Да. Вам какой нравственный эффект от туши? Ну, это просто, чтобы... А недавно это как? Сколько? Весь, два, три? Ну, в этом месяце. А, в этом месяце. Угу. Хорошо. А карандашом постоянно пользуетесь для губок? Карандашом? Нет, не постоянно. Угу. Но когда надо, быть красивее. А когда? Это когда? Ну, внучке нравится. Внучке нравится? Вот, пойти в школу, там, там, и так же. А так, когда в магазин, например, это время. Внучка. То есть, и пример дает, чтобы показывать в ночь. Да. Смотри, вот так, молодая, красивая, у тебя бабушка. Отлично. Тогда, что мы сейчас делаем? Значит, в магазинах продается косметика класса люкс и масс-марк. Ирина, мы с вами сейчас пойдем в магазин. Там мы будем выбирать декоративную косметику. Мы ее выберем, потом поднимемся сюда, и я буду вам показывать макияж. У нас будет небольшой квест. Нам нужно все-таки будет успеть за 20 минут. Я имею в виду добежать до магазина, выбрать косметику и прийти сюда. Но перед тем, как покупать, там есть выбор, люкс или масс-маркет. Поэтому давайте сейчас вы вытяните билет, на котором будет показано, что там мы будем с вами покупать, косметику класса люкс или косметику масс-маркет. Давайте попробуем. Так, вот перед вами несколько билетов. На другой стороне как раз написано люкс или масс-маркет. Вытягивайте. Ну, давайте. Так, вот, отлично. Масс-маркет. Масс-маркет, да. Ну, замечательно. Отлично, я очень много покупаю косметики из масс-маркета. Ну что, вы готовы? Я готова. Готова? Отлично. Ну что, собираемся? Все, мы готовы? Помните, что у вас всего 20 минут. Время пошло. Да, все. Ну что, вы знаете? Налево. Здорово. Сейчас нам на лифт. Я сама первый раз так делаю. На втором этаже. Потом еще надо все это будет покрасить. Продукт наши минуты. Закрываем. Отлично. Бегли. Когда-нибудь по магазину за 20 минут успеть все купить. Мне кажется, это нереально. Попробуем это? Будем стараться. Будем работать сообща. Пока я там что-то замираю, если там очередь на кассе, вы занимайте лучше. Попробуем, конечно. Я уже даже знаю, какой. Второй? Второй этаж. А нам первый. Уже три минуты прошло. Бежим. Я забывал куда. Я забывал куда-куда-куда-куда-куда идти. Вот, видите, это синий. Это сыворотка для лица. Она станирующим эффектом. Вообще недавно на коже. Он тут же дает прохожие. Нарисающий эффект. Очень хороший. Вам понравится? Вообще незаметно. Так, еще. Вот из этой же марки здесь очень хорошие вот эти вот гели для враги, которые можно использовать вместо тени. Очень удобно. Расчесали, и все. У меня такого не было. Держите. Теперь консилер. Я хотела вам с кисточкой тогда посмотреть в другую марку. Давайте возьмем. Нет, пойдемте другой. Давайте вот эту порядку сеней. Так, что нам еще нужно? Вот, они такие тепленькие. Очень красиво придаст такой цвет легкого загара. Будет очень хорошо. Губной команду, да. Он натуральный. Очень красивый. И она, да, такая прям... Это из новой тут коллекции. Как раз сейчас будет нам вообще актуально. Все. Берем. Так, держите. А можно все? Хорошо. Так. А где карандаши для глаз? Я не вижу. Для глаз у них вот они, смотрите. Карандаш цветной. Это будет очень красиво. Мы его чуть-чуть будем использовать. Они здесь, если тут такой выбор богатый, они очень мягкие. Очень мягкие. Легко рисуются, хорошо держатся. Поэтому я думаю, что вам понравится. Просто это придаст такую изюминку вашему взгляду. Это будет смотреться очень оригинально. Прям советую. Их большое количество. Сейчас я посмотрю. Ну, я думаю, что вот такой будет нормально. Достаточно. А, да. Для воли мы взяли так. Для воли мы взяли румяно-добором персиковый, чтобы лицо он был как загарная пудра. А у них здесь розовый. Вот этот он цвет. Он вроде бы сейчас кажется такой рыжий. Но так как у вас лицо имеет свою розовинку в комплексе, я покажу, как тебе пользуюсь. Вот. Так. Помаду. А блески вы любите? Пользуюсь вам блесками? Не, не любите. Я люблю натуральное. А, надо нам еще карандаш с вами для... Ну, вот, например, именно вот эта. Она очень нежная. Она вообще не дает такого эффекта. Ну, закрашивание. Я больше люблю в другой марке. В Ориаль. Там зеленый цвет. Он такой более ядрёный. А это просто тая. Нет, это такой ядрёный цвет. Спасибо. Вот они. Да. А продукция? Сзади. Да. Вот этой стороны. Ага. Так. Я думаю, что... Ой. Ну, вот этот самый ходовой. Тут большое количество. Вон они, видите, какие. Все натуральные. Просто вот, мне кажется, на любой вкус. Вы можете сегодня купить один, завтра купить другой, послезавтра третий. И, в принципе, они все будут хороши. Тут просто под настроение. А то, что не надо затачивать, очень удобные такие в последнее время. И они супер стойкие. Поэтому вот, обратите на них внимание. Так. Вот мы взяли. Ну, в принципе, все. У нас как раз по времени. Пойдемте на кассу. Спасибо. А можно нам еще одного консультанта? 4200, 4200, 8000. Ура. Я забыла. Я забыла купить консилер. Так, консилер, консилер. Вот, вот, вот из этой серии, только другое немножечко по упаковке. Вот, вот. А, это обновили их, что ли? Да, единичка, двоечка. Единичка. Это тестов нет? Это тестов. А можно нам еще упаковочку кистей? Спасибо. Еще. Спасибо большое. Пусть и добры, можно карточку. Спасибо большое. Все, до свидания. Вам спасибо, хорошего дня. До свидания. Так, все. Слушайте, все, получали. Пошли. А что, давайте, 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 давайте. Нет, нам надо. За 5 месяцев отдыхало, чтобы туда отбежать. Если мы не успеем, у нас не будет косметики. Мы заказали мне сам, что есть ваши косметичные. Лежи, сбежи. Так, у нас 3 минуты. Так, 4-й. Поднимаемся. Быстрей, 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 быстрей. Уложимся. Я надеюсь, 2 минуты осталось. Если бы только никто не остановил бы нас. О, супер, 4-й. Но все равно бежим. А то вдруг у них этот, как это называется. Успеваем, успеваем. Хорошо, сюда, сюда. Ирина, Ирина, нам сюда. Ну, пошли. Четко. Мы успели. Мы успели. У нас осталось сколько секунд? Поздравляю, вы успели. Ну что, давайте разбираться? Мы сейчас с вами опять садимся сюда. Доставим косметику. Я сейчас вас покрашу и покажу, как это все работает. Ну что, готовы? Да, готовы. Нам надо немножко выпить воды. Сейчас мы будем делать макияж. Сначала вам нужно сделать демакияж. Ватные диски. Это ментилярная вода. Я с собой принесла. Держите. Нужно... Сейчас я вам нанесу на ватные диски. Подержать немножко на глазах. Несколько секунд. Секунд 15. А потом аккуратненько смывать. Так. Угу. Так. На глаза. Прям вот так. Да, да. Глаза закрываем. И чуть-чуть подержать. Ага. Вот перед вами зеркало, чтобы вы потом видели, как смывать. Ничего страшного. Да. Это средство для глаз, поэтому можно протирать все лицо. Вот так правильно... Ха-ха-ха. Смешно. Ирина. Так. Хорошо. Приложите еще пальчиками. Теперь давайте стирать. Потому что если сразу вы будете стирать, то можно травмировать ресницы. Сильно не выдавливаем глаз. Аккуратненько. Аккуратненько. Так. Можете открыть глаза? Ну, прекрасно. Смотрите, зеркало. Ага. И теперь вытирайте. Не, не надо сворачивать, можно этой же стороной. Да, 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 да. В другую сторону, внутрь. Вот, вот так вот. Отлично. Отлично. Ну, ничего страшного. Сейчас вот сюда... Теперь переворачивайте ватные диски. Переворачивайте. И теперь этой стороной вытирайте. Тоже. Ага. Ну, вот, красота. Супер. Еще немножко, смотрите. Ага. Ага. Так. А теперь этими же дисками протрите все лицо. Чтобы предыдущий макияж, который у вас был, его аккуратно убрать. Брови, губы. Давайте сейчас я вам еще одна. Так. Еще. Отлично. Какие у вас движения-то правильные? По массажным линиям? Очень хорошо, очень хорошо. Отлично. Молодец. Прекрасно. Хорошо. Следующий шаг. Так. Я сейчас вам дам такой спрей для лица. Это чтобы... Ну, как вместо тоника. Закрыть глаза. Протрите лицо пальчиками. Угу. Прекрасно. Так. Глаза у вас не красные, так что каток не нужны. Что мы сейчас будем делать? Мы сейчас с вами разберем косметику. Я вам расскажу, что здесь у нас есть. Значит, первое. Вот это сыворотка для лица. Но она с тонирующим эффектом. Вы сказали, что вы тональными средствами не пользуетесь. Не нравится. Не нравится, потому что кажется, что морщитки становятся ярче. Это если неправильно подобранное средство. И вот есть такие эмульсии. Эмульсия, сыворотка. Это уже говорит о том, что средство будет очень-очень легкое. И она идет как уход за кожей, только с легким тонирующим эффектом. Поэтому, как правило, такие сыворотки, они все идут с пипеткой. Потому что они очень жидкие и невесомые. Вот дайте вашу руку. И теперь попробуйте растушевать. Я даже много нанесла. Она как водичка. Видите, прям невесомая. Очень нежная. Да, да, да. Прям полупрозрачная. Да, поэтому вот их не видно. И, соответственно, она не будет подчеркивать ничего. Но при этом тон сделают более ровный. Видите? Да. Вот сейчас такие технологии, такие средства продаются. Это не единственный бренд, где есть такая сыворотка. Просто можно посмотреть, поискать. Так, теперь, как наносить? Наносить это средство, конечно, удобнее просто руками. Ничего сложного тут нет. И теперь я покажу, как это делается. Вы выдавливаете, например, когда сами делаете себе на руку. Или на ладошку. Вы так вот распределяете. И как крем для лица. Сейчас смотрите в зеркало. И чуть-чуть вот такие легкие, аппликативные движения. Очень быстренько только на центральную часть лица. Это сразу придает, боже, прям такой, знаете, как внутреннее сияние сечения. У вас в целом тон кожи отличный. Но если немножко нанести вот такую тонирующую сыворотку, получается вообще идеально. Смотрите. Видите? Такой приз. Подзагорело немножко. И это очень хорошо, потому что у вас есть резовинка. В данном случае как раз получается, что мы ее как будто бы чуть-чуть нейтрализовали. Очень-очень удобно. Можно эту кожу сыворотку наносить вместе с кремом, со своим, по ходу за кожей. Она будет тогда еще нижней. Например, свет, если хотите, разбавить. Можно сделать то, что. Ну, это еще, знаете, что важно? Мне нужно обязательно вам сказать об этом, что это еще как защита для кожи. То есть вы таким образом дольше сохраняете. Все-таки живете в промышленном огромном городе. И вот весь этот смок... А нет, вы живете за хором. Но все равно. Ну, я недалеко. Считается, что в Москве. Можете сказать, что в Москве. Наношу только практически на центр лица. Таким образом у вас не будет ничего такого эффекта перегруза, что что-то лишнее. И очень легкое. И ощущение как будто прямо на лице действительно есть такая как сына. Вот посмотрите. На шею не наносим. Тем более сейчас одежда, там белая одежда не нужна. Так. Теперь следующий шаг у нас это консилер. Это такое средство, которое нужно использовать для зоны вокруг глаз. Очень здорово подчеркивает именно красоту глаз. То есть мы не столько что-то скрываем. А если есть, например, или объем. У вас есть чуть-чуть теневая зона. Как только вы нанесете, сразу фокус пройдет с этой зоны на разрез глаз. Глаза таким образом станут более выразительные. Все вот эти средства новые, которые с кисточкой, для того, чтобы начать им пользоваться, нужно прям несколько раз, иногда, знаете, там, раз в 40 прокрутить, чтобы средство выходило с кисточкой. Здесь меньше. Это средство тоже очень-очень легкое и просто прозрачно. Это каждый раз так надо прокрутить? Да. Нет, каждый раз. А вот теперь один раз достаточно. Вот так вот раз сделали и все. И у вас уже оно выходит. И много не нужно. Вот это средство называется консилер-хайлайтер. Очень крутая вещь. Вот в люмине. Я люблю. Смотрите в зеркало. Не на меня. И вот смотрите. Вот на эту часть чуть-чуть наношу. Совсем чуть-чуть. Так. Сейчас. Так. Что такое у нас? Так. Появилось. Я что-то скугалась. Что-то браковано. Смотрите на нос. Наверку смотрите. Чуть-чуть. По ресничке и внешний уголок. Ладно. Все. Достаточно. Смотрите, как получается. Видите? Да. Это тут же придает такой прям красивый, да, гладкий, отдохнувший вид. Согласны? И это же средство. Смотрите, в зеркало смотрим. На носик и вот сюда. На подвижную часть века. Быстрыми движениями. Тут вообще ничего сложного. То есть везде, где есть теневая зона, мы немножко нанесли. Видите? Ну, классно. Очень быстро. А еще будет очень приятное ощущение. То есть вы когда будете в течение дня ходить, все-таки декоративная косметика, она еще дополнительно идет с уходом. Поэтому кожа вам просто скажет спасибо. Наверх посмотрите. Так, закрываем глаза. Так. Также используется немножечко на уголки губ. И можно вот сюда вот на носогубные спадки. Таким образом они подсвечиваются и становятся менее зелудными. Вот. Смотрите, какая красота. Так как у вас кожа склонна к сухости, пудру мы не покупали. Мы купили с вами румяну. Но перед тем, как еще наносить румяну, есть еще одно средство, которое придает коже свечение и лоск. Без этого средства у меня не отходится ни один макияж. Сейчас обхожу, что это. Смотрите, это знаете такое, как жидкий перламутр. То есть он создает эффект свечения. Очень удобная упаковка, чтобы вы просто вот этой палочкой вот так вот наносите на скулы, пальчиком растушевываете все, и у вас уже есть вот это красивое свечение. Так. Наношу на скулы. Немножечко под брокет, прям классика. Смотрите, как сразу светится кожа. Видите? Да. Да. Красиво. Очень красиво. Здесь и здесь. И можно еще немножечко вот так вот так вот. Все, вы уже смотрите, какая сияющая. Теперь. Морщинки стали меньше заметные. Они стали меньше заметные, потому что от вот этой сыворотки, от консилия и от этого даже хайлатера есть вот этот эффект разглаживающий. Поэтому кожа сразу приобретает такую вот сочность. Но теперь, смотрите, у нас же здесь есть еще кисточки. И вот возьму такую большую кисть. Я буду ее использовать для нанесения румяна. Румяна. Посмотрите, какого цвета я купила. Они такие теплые. Теплые персикового цвета. Так как у вас кожа с розовинкой, то вам будет отличный этот цвет. И плюс, его можно как раз использовать для того, чтобы усилить цвет глаз. Глаза у вас серые. На фоне этого цвета они станут немножко, как бы, знаете, такие больше серо-голубые, серо-синые. Это будет очень хорошо. Получается такой контраст. Набираем на кисточку. Так. Смотрите в зеркало. В зеркало, да. Улыбаемся, супер. Вот. И вот на эту зону. Немножечко вот сюда на шею. То есть тональное средство мы сюда не наносим. А вот румяна, смотрите, и даже в качестве тени я тоже постоянно так использую. Смотрите, в данном случае румяна можно вам нанести практически на все лицо. Смотрите, как сразу же эффект. Он такой сочный, красивый. Да. 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 Сота. Это мой показ только с кожей. То есть мы еще не сделали с вами брови, глаза. А уже красиво. Кожа, конечно, имеет огромное значение в общее восприятие вот этой красоты лица. Это самое первое, самое главное. И вот этим пренебрегать нельзя. Все остальное, это уже такие детали. И получается, следующий шаг, это брови там или ресницы накрасить. Это уже небольшой штрих, который еще больше обогатит вас в свою месть в данном случае. Смотрите, как хорошо. Так, теперь. Это гель для бровей вместо карандаша. Поэтому если просто, видите, у нее кисточка, точнее у него кисточка, у геля, как у туши. Поэтому достаточно, смотрите, в зеркало, просто вот так вот дотронуться и расчесать. И они у вас как раз как будто будут вы тенями делаете. Очень удобно. Не надо дополнительного инструмента. По цвету как раз то, что нужно для вас, достаточно нежно. Вот здесь все. Очень удобно пользоваться. Все столько, конечно, в косметике есть различных средств, которые настолько упрощают весь макияж. И получаете достаточно быстрый результат. Просто нужно знать, как средства эти выглядят, как они работают. Когда нет этих знаний, то по привычке покупаем на то, что обычно. Так, теперь мы переходим к макияжу глаз. Это у нас палетка теней. Тени, конечно, нужно не вот этими аппликаторами, которые здесь прилагаются, а использовать кисточку. Так, кисточки здесь не очень мы купили. Ну, ладно. Нужна раздушевочная кисточка. Здесь кисточка такая плоская. Ну, сейчас попробуем. Значит, как наносим тени. Берем сначала вот такой цвет, который темненький. Набираем на кисточку немножко. Потом на руку лишнее. Теперь смотрим в зеркало. Зеркал. И вот есть вот эта вот часть века, которая объемная. Если мы ее немножечко затянули, то у нас автоматически создается эффект лифтинга. Буквально минуло растушевать. Когда это делается, делается при открытых глазах. Вот, видите, чуть-чуть совсем. А теперь посмотрите на один глаз, на втором. Вы видите, что здесь... Как будто приоткрылся. Да, 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 да. Ярчество. Да, 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 да. Сейчас закрытие глаза. Немножко растушеваю здесь. Я люблю кисточки, которые такие больше пышненькие. Здесь плоская. Сложнее ей работать, конечно. Так, открываем глаза. Все, достаточно. Теперь другой цвет. Берем, например, вот такие светленькие. Их наносим пальчиком. Закрываем. Вот, у нас получается мягкая, короче, растушевка. Теперь карандаш для глаз. То, что я говорила, чтобы придать еще немножечко сочности вашим глазам. Закрываем глаза. И я сейчас делаю межресничную прорисовку. Межресничная прорисовка. Она делает ресницы поярче, поучше. Карандаш очень яркий. Открываем. И он дает легкую такую вуазь. Так как он и на кашу, мы этим масштабно. Так, смотрим внизу сюда. Открываем глаза. Смотрим вниз. Открываем. Чуть-чуть протяжку. Вот это. Так, открываем. Отлично. Больше я не надо. Просто обычно бывает, пугаются, что такой яркий карандаш. Это будет ярко. А если сделать деликатно, то он дает чуть-чуть вот этот мак, и у вас глаза под свет станутся более сочные. И последний штрих с глазами. Это тушь. Это тушь водостойкая. Сейчас такая погода, что то дождь, то снег, мокрый снег. И чтобы не бояться, что у вас что-то все отпечатается, смотрите в зеркало, в зеркало, и немножко вниз. Ту-бодостойкая или термостойкая тушь сейчас очень актуальна. Когда покупаете тушь, смотрите, вот чтобы кисточка в вашей косметичке, кисточка, она была очень тоненькая. И это хорошо. Такими тоненькими кисточками легко прокрасить каждую ресничку. Ресничку. На меня посмотрите. Да, отлично. Все, разогрелись. Тушь, пачкаете немножко, ничего страшного, потом уберем. Надо подождать, когда она высохнет. Так, на меня посмотрите. Очень хорошо. Теперь второй глаз. Рандашки у нас, они вообще-то сразу же светом становятся. Такой натуральный, но сочный. У вас очень красивый глаз. Прям классический, идеальный. В данном случае я просто ее подчеркиваю, без каких-то особенных коррекций. Вы знаете, давайте помаду вы накрасите самостоятельно. Возьмите, пожалуйста, и накрасим. Я смотрю на вас и вместе с вами делаю. Так, дайте, посмотрю на вас. Подождите. Вот украли губы. Вот губы побольше, а мы рисовали поменьше. Цвет очень хороший, он такой прям зимний. Так, ну, посмотрите в зеркало. Без голода и бабушки. Так, теперь, подождите, давайте я немножко все-таки попробую убрать. Я не знаю, вы, наверное, больше вы видите об этом пробелу в этом. Так вот, пока вы не сказали, мы все-таки будем видим, что если вы уже убрали немножко, то тогда получается опыт крыла, и все смотрят не очень помогает. Я воспользуюсь вашим советом. Вообще, слабо, ну, посмотрите. Мне просто никто не говорил о том, что я ловлю, да? Ну, посмотрите, так и лучше. Да, вот если взять... Млагороднее. Да. Очень красиво. Чтобы вы смогли сделать этот макияж самостоятельно, я дарю вам доступ к курсу. И вы сможете посмотреть уроки и научиться делать этот макияж достаточно быстро. Ну, спасибо. Спасибо. А теперь вам нужно сделать выбор. Вы можете сейчас с собой забрать свою косметичку или ту косметику, которую я вам собрала, и в новой косметичке унести с собой новую косметику. Ну, конечно, я выберу вот эту богатую косметичку. Ну, тогда вот эту косметичку я у вас собираю. Забирает все. Но зато теперь у вас полноценно и кисти, и вся косметика, и плюс еще курс, где вы сможете уже начать обучаться, и у вас уже все будет. Я хочу пройтись немножко по чеку, посмотреть, что мы купили. Может быть, что-то можно было не покупать, потому что общая сумма получилась 9527 рублей. Это без скидки. С учетом моей карты получилась скидка 746 рублей. Ну, в принципе, весомо. Но все равно, кажется, на 8000 рублей что-то уж очень много. Сейчас я посмотрю и немножко вам расскажу. Так, бутная помада 399 рублей. Ну, в принципе, ладно, нормально. Румяна 750 рублей. Ладно, большой объем, хорошо. Пусть будут. Сыворотка Fluid 899 рублей. Кстати, очень хорошая цена для тонального средства, который еще и с уходом. Это супер продукт. Тушь для ресниц 413, нормально. Карандаш для глаз 527 рублей. Можно купить подешевле. Хотя в купа у них достаточно большой объем карандаши, очень большой. Должно на дольше хватить. Хайлайтер для лица фирма Evo. 375 рублей. Вообще шикарно. Тоже надолго хватит. Удобная упаковка для косметички. Вообще шикарно. Так. Возг для бровей Lumine. 885 рублей. Можно найти дешевле 100%. С учетом того, что объем там маленький, заканчивается это все очень быстро. Поэтому практически 1000 рублей за это средство. Посмотрим в следующий раз что-нибудь, альтернативу какой-нибудь. Карандаш для губ 437 рублей. Но карандаш очень хороший. Очень хороший. Оставим. Палетка для теней 874 рубля. По-моему там 6 цветов. Кстати, очень хороший выбор по цвету этих палеток в фирме Ева. И за такую стоимость в принципе очень даже неплохо. Так. Дальше. Хайлайтер для лица Lumine. 813 рублей. Ну в принципе, да, они все в такую стоимость плюс-минус. Косметичка 410 рублей. Тоже нормальная стоимость. И набор профессиональных кистей стоит 999 рублей. Кисти мне не понравились вообще. Из того, что есть в упаковке, там буквально одна, максимум две кисточки. Тени не нанести. Подводку не каждая делает. Поэтому кисточка для подводки зачем, там непонятно. Кисточка для тона. Ей нужно приноровиться работать. В итоге получается набор из, по-моему, там 6 или 7 инструментов. А в итоге пользоваться можно будет там одну-две. Зачем делают аппликатор? Я вообще не понимаю. Потому что аппликатор есть теняк. И это не очень удобная вещь для того, чтобы сделать красивый рисунок тени. Поэтому кисти в следующий раз нужно не покупать. Это 100%. Вот такой вот чек. Косметичку я забрала. Это прям по-настоящему. Посмотрим, что тут у нашей героини было. Поберлик. Здесь уже практически заканчивается. Ничего нету. Это дезинфектор. Тушь. Карандаш. Ну, кстати, карандаш неплохой. Помада тоже. Макс Фактор. Ой, она практически новая. Но ничего. Зато теперь у нее есть другая новая помада. Ну что, девушки. Хотите поучаствовать? Может быть, следующая участница это вы? Я тоже рада. Потому что о некоторых вещах я вообще не знала, что существует. Я уверена, что вы сейчас тоже многое уже забыли, что куда, зачем. Поэтому обязательно на курсе вы все это поймете. Потому что там я подробно рассказываю про то, какие есть текстуры, чем они отличаются, как выбирать тональные средства, что такое базы. База праймера, одно это или то же. Или это разные вещи, или это одно и то же. То есть в курсе будет настолько все логично, последовательно, что когда вы приходите в магазин, вы не будете там теряться. Вы будете так же, как мы сегодня, практически раз, два, три, 20 минут и собрали себе новую косметичку. Вам такой подарок. Спасибо большое вам за участие. Спасибо. И вам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok